Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дам свои какие-то комментарии по этому поводу. Вы тоже можете об этом все написать под видео, ваше мнение. Здравствуйте, Галина! Прежде всего хочу сказать вам спасибо за ваше видео, обожаю, смотрю все ваши разборы и истории. Спасибо большое, очень приятно. Пишу вам свою, возможно, покажется интересно. Если захотите рассказать, разобрать с подписчиками, я бы была с удовольствием рада этому и послушала бы. Два года назад я училась в маленьком городе Турецком университете и давала уроки русского языка в местной языковой школе. Также я давала еще уроки онлайн, в интернете. У меня все было прекрасно, но вдруг началась война, и я уже, конечно, не могла больше платить российскими картами в Турции, поэтому я начала искать работу. И вот однажды один мой ученик предложил мне устроиться на работу в офис менеджером по экспорту натуральных камней. Я, конечно же, сразу согласилась. Работа мне была нужна. Я начала работать вместе с ним. Мы искали клиентов, покупателей. Соответственно, проводили много времени вместе утром. Это офис. И еще вечером уроки русского языка, которые я давала. Напомню, что он был ее учеником. Спустя пять месяцев он снял квартиру в моем доме на два этажа ниже. И, в общем, мы начали жить по соседству. Спустя семь месяцев этого общения мы начали с ним встречаться. Через три месяца после начала отношений мы решили пожениться. Обоим нам по 25 лет. У нас есть общие интересы, общие желания. Вы, в общем, хотели переехать и жить за границей, не в Турции. В общем, много всего было общего. И я до сих пор не жалею об этом решении. Ему предстояло рассказать о своем выборе родителям. Что у нашей задачки дано? Русская девушка и невероятно мусульманская семья. В маленьком городе, где все думают, что люди скажут вокруг. Естественно, они подняли большой шум. Они категорично не хотели видеть иностранку любую в роли невестки. Но на тот момент мой молодой человек им сказал, что если вы не хотите видеть, не переживайте, не увидите. Ну и меня тогда тоже вы видеть не будете. Прекрасное мужское волевое решение. Видно, что ваш избранник явно не таких же взглядов, как родители, не под их манипуляциями. После этого заявления прошло три дня, и они позвонили и пригласили нас на ужин. Мы пришли. Ну и все прошло довольно-таки мило, приятно. Мама приготовила мне мою любимую сарму. В общем, отлично посидели, пообщались. После этого с его мамой мы начали общаться по телефону. Кстати, естественное развитие общения процесс в Турции для отношений. Она все время меня называла, моя дочь. Кому были, очень рады, что проблемы как бы закончились в нашем общении. Как вдруг многоточие. Молодой человек куда-то подвозил свою маму, и она его спросила ненароком. А какая религия у твоей русской невесты? Она, наверное, христианка? И все. На что он сказал правду. Ну, вообще-то у нее нет религии. Она этим вопросом не интересуется, такими темами вообще не про это. И тут начался кошмар номер два. Регулярные звонки от его мамы прекратились, и начались промывания мозгов. Конечно же, моему парню. Ты мусульманин, а она вообще вон атеистка. Как ты можешь даже думать и помышлять об этом? Ты будешь гореть в аду. Мы никогда не примем ваш брак. А здесь пометочка на минутку, что муж мой не мусульманин как таковой. Он просто не хочет шокировать своих родителей. Таких родителям, таким заявлением религиозных имеется в виду, да, родителей. На что мой парень тогда сказал снова. Вы как хотите, но я женюсь. Можете не соглашаться с этим. Я уже все решил для себя. Молодец, красавчик. Прям плюсую, респектую. По сути, так и должно быть в такой ситуации. Но настойчивые звонки продолжались просто круглосуточно. Крики его папы я слышала, даже сидя на другом конце дивана, когда тот ему звонил. К слову, папа у него пять раз в день делает намаз. Прямо-таки настоящий мусульманин. Не пьет алкоголь. Всегда держит пост. Но больше ничего такого особенного. Спустя время его мама мне позвонила сама. Она, конечно же, безуспешна, но целый час пыталась убедить меня принять ислам. Я ей очень вежливо, доходчиво объясняла, что подобные темы я очень уважаю, но, к сожалению, ими не интересуюсь. И вообще об этом говорить как бы не хочу. Прошла еще неделя. Пыл у мамы охладел. И она захотела встретиться со мной отдельно. Мы встретились, посидели в парке. Она держала меня за руку и рассказывала, как она на самом деле меня очень любит. Но просто ее муж очень строгий. И она не может ему перечить. Ну, в общем, от него зависимо. Короче говоря, я не знаю, как они решили тогда делать свадьбу. Но папа парня был всегда ко мне холоден, могу это отметить. Никогда не пытался со мной заговорить. Ну что уж, для меня это было не так уж как бы удивительным. Главное, что его турецкая мама меня любит. У нас все хорошо. На свадьбу приезжала и моя мама из России. Ее очень хорошо встретили. Очень тепло приняли. Даже холодный, обычный его папа был просто приветливый. Показывал просто верх гостеприимства. Ну, это и надо так. Это типичная маска для тех, кто боится АИПа. Все по канонам традиционным. Короче говоря, после нашей свадьбы прошло несколько месяцев. Один-два раза в месяц мы ездили к турецкой семье на ужин в гости, перезванивались с ними, решили, что все-таки мы уже как бы поженились. Но, наверное, ничего уже плохого не будет, не произойдет. Они приняли. Вся ситуация эта закончилась. Но, многоточием. Но однажды, в один день, я засела в интернете и пыталась понять, почему у меня резус-фактор крови отрицательный, у моих обоих родителей положительный. В общем, что я за чудо такое, Света? В процессе я нашла ответ на свой вопрос. И забыла просто об этом. Просто был такой факт. Но, в тот момент, в то время, через час, мужу звонил его папа. И они разговаривали на громкой связи. Я, конечно же, сидела рядом, соответственно, все это слышала. Муж просто говорит папе, да, вот, имя девушки, не буду называть, история анонимная. Сегодня увлеклась биологией, изучала вопросы резуса-фактора. И там, тра-та-та, просто проходящая фраза. На что папа ответил, а что тут изучать-то? Ее мама изменила ее папа, вот и вся загадка. Я просто, то, что он на громкой связи, он, конечно же, не знал многоточие. И когда я это услышала, у меня аж заслезились глаза от несправедливости и обиды. Я живу в Турции, где ценности уважения семьи должны быть на первом месте вообще-то. Но что я услышала сейчас? Человек, который говорил моей маме, добро пожаловать, предлагал ей за столом миллион турецких блюд, спрашивал, все ли у нее в порядке, комфортно ей, понравилось ли ей вдруг, говорит о маме моей такие вещи. Естественно, муж сказал ему, что я все слышала, и на что последовала просто реакция, а, так я пошутил, ничего серьезного не имел в виду. Я чувствовала, что мне его семья надоела, и я не готова тратить больше свое время и нервы на встрече с ними. И оставалось нам две недели до переезда в другой город. Я перетерпела этот срок, и все, все закончилось. Сейчас мы живем в Анталии, за 300 километров от происходящего ужаса в его семье. Я серьезно выдохнула, теперь нет этих встреч, назойливых советов, мы в безопасности. Но, ну как может такое закончиться? Такое будет всегда? Родители решили нас посетить в гости приехать, покупаться в Анталии, провести время вместе с нами. На что я сразу сказала, я не собираюсь и категорически отказываюсь с ними видеться после того последнего разговора. Но я готова поприветствовать их дома, а потом закрыться в комнате под предлогом, не знаю, болею, работаю, и можно придумать все, что угодно. Но мой муж, конечно же, правдоруб, и рассказал родителям, что я вообще-то права, что не хочу видеться за неосторожностью высказываний, обиды, выражения в сторону моей мамы. В общем, причина в этом, и общаться с ними я не хочу. И на этот раз ополчение против меня еще расширилось, и звонила еще и сестра мужа. «Ты кто такая, чтобы обижаться на моего папу? Он ангел воплоти. Я бы тоже так, как он сказал, да и все бы сказали то же самое. Что ты ждешь, что мой папа будет извиняться перед тобой? Да кто ты такая?» Это цитата его сестры. Я была, честно сказать, просто в шоке. Сестра его была милой со мной, обсуждала фантиков, обсуждала со мной фанатиков мусульман, потому что иногда ей перепадали подарки и вещи от меня. А как дело коснулось семейных разборов, она быстро решила включиться в режим критика и перешла на режим воплей. Я ответила, что никто, даже ее многоуважаемый папа, не может комментировать мою семью и отпускать подобные тупые шутки. Естественно, приезд родителей отменился. Зато на следующий день раздался звонок от его папы. «О, моя доченька, извини, что обидел тебя. Я это сказал просто так. Я ничего не имел такого в виду?» Я подумала, ну, неужели история доходит к концу, возможно? И задала вопрос турецкому папе. «А может быть, мне кажется, или у вас есть неприязнь к русским в принципе? Сначала вы не соглашались принять меня как невестку. Теперь у вас такие шутки про мою маму. В чем вообще проблема?» И тут случилась просто бомба новость. Что он мне сказал? «Я не разделяю людей по их национальности. Из-за того, что у тебя нет религии, и ты не веришь в Аллаха, мы не принимаем ваш брак. А из-за того, что мой сын не женат и живет с тобой вместе, он совершает грех и будет гореть в аду. Никакой родитель не захочет, чтобы его ребенок горел в аду. Поэтому мы не хотели ваш брак, но потом все же проявили уважение. Хотя все-таки вы для нас, в нашем понимании, не женаты. И, видимо, имеется в виду не официально, они женаты, но религиозный брак они делали, потому что у него религия другая. Я рассказала мужу об этом. Он согласился в том, что я права, что не хочу видеться с ними, но это право. И теперь мы думаем, как жить нам дальше. Я вообще больше не хочу их видеть. Я эмоционально просто устала от всего этого мусульманского кошмара. Муж сейчас тоже не хочет с ними общаться, но говорит, что так не может продолжаться всю жизнь. И когда-то это нужно будет исправить. С ним согласна совершенно. Вот и вся наша история. Что будет дальше, очень мне интересно. Но я уже, надеюсь, без участия его родителей. Как такового вопроса не прозвучало, я немножко все-таки дам комментарий. Я хочу вас поддержать. Мне вас жаль. С таким можно столкнуться. Это такая семья зашоренная. Я бы сказала, зашуганная. Которые по традиционным канонам маленького города воспитаны. Им очень важно, что они скажут. Общественное, публичное мнение. Какие-то каноны. Короче, вот поживя здесь, да, тебя, хочу сказать, за свой опыт, забили и правильно сделали. Живете дальше и хорошо. Не выходите на контакт. Вы никак не общаетесь. Это его родители, он имеет право общаться. Вы тоже запретить это не можете. Родители вообще-то не выбирают правильно. И я думаю, что вашему супругу очень тяжело сейчас. У него и все равно есть какие-то любовь, чувства к родителям семейные. И перед вами ему неприятно. И вашу сторону он разделяет. И перед вами даже где-то, возможно, стыдно за то, что так сложилось за своих родителей поведение. Ну, если он там, как он отвечал, он довольно-таки культурный, приятный парень. Я думаю, что он вот в таких мыслях сейчас. Мне его очень жалко. Мне бы хотелось его поддержать. Он не в легкую ситуацию попал. Честно скажу. Вам проще. Вы отрубили, отрезали. До свидания. Мне сейчас легче. А ему-то, блин. И контакты надо поддерживать. С днем рождения поздравлять. Я не знаю, с какими-то праздниками и так далее. Какие-то связи. И, там, родственники болеют, умирают. Всякие вот эти вот общения, да. Короче, ему не позавидуешь. Конечно, хорошо. Плюс, что он ваши интересы разделяет. Вашу точку мнения, зрения. Я скажу честно. Если мы берем психологию, он бессознательно выбрал невестку, которая не понравится родителям. Он давно уже хотел уйти от их опеки, внимания, участия в его жизни. Ему нужен был конкретный повод. Но не самому быть поводом поругаться с ними, наладить дистанцию. На самом деле, возвести личные границы между собой и ими. Они слишком много лезли. И пытались командовать в его жизни с самого его детства. Если мы берем сейчас по Фреду бессознательно, поэтому у него супруга не нравится его родителям. У него был тот вариант, который ему изначально не понравится. Он знал, что такое будет. Но не то, что у него умысел такой был. Неосознанно он это сделал. Автоматически назовем так. Что в этой ситуации? Продолжается все как есть. Оно и будет. Живите. Вообще о них не думайте. Не прогибайтесь. Держите свои личные границы. У вас есть обида огромная. Она со временем, конечно же, может пройти и забыться. Я скажу, когда все изменится. Когда у вас родятся дети или ребенок. Тогда они, опять же, я сразу скажу, сильно не обольщайтесь. Из-за аипа, стыда, будут выстраивать с вами общение. Они будут тянуться к ребенку. У них будет новый повод манипуляции. Это ребенок. Первоначально это не от большой любви к ребенку и к вам будет. Или вас простили, забыли, там еще что-то приняли. А из-за аипа того, что скажут родственники, в первую очередь, потом соседи и друзья. Если их спрашивают. О, у вас там родился внук или внучка в Анталии. Вы ездили? А на 40 дней к нему ездили? А на годик ездили? А на зубик там были? А как ты, например, свекрови, спросят, помогала своей невестке после родов? Сколько ты у нее пожила? Месяц, два? Чем ты ей помогала? Чербу варила? Пол дома мыла? Окна там натирала? Или с ребенком сидела? То есть она обязана по вот этим традиционным канонам просто стелиться, ложиться, вам помогать первое время. Первые месяцы после родов уже вы беременная, неприкосновенная. После родов вы тоже там, а с наручкой должны родственники, ну, в правильной традиционной семье, да, с воспитанием таким. Ей будет стремно, ей будет аидно, стыдно ответить, что она там не была, ни с кем не общается. Она может наврать, что помощь ее не нужна, у вас супер-мега-богатая семья, 10 нянек у вас уже наняты и так далее. Но я думаю, это не та история. Она не сможет не то, что врать, она может, конечно, но ей это будет само ее коробить, поэтому она будет стараться, пытаться наладить вот это общение. Но я сразу скажу, не обольщайтесь не к любви к вам или даже к ребенку, поверьте, а по аиду это первично. Потому что они, дети, выращенные манипуляторами. И супруг ваш ребенок у манипулятивного папки, и его жена ваша, свекровь, боится своего мужа-манипулятора. А он выращен когда-то в таких же условиях, его это научили у нас семьи, как бы, да, несет эту историю. Вам первое точно на встречу пойдет свекровь. Из-за АИПа и так далее. Постепенно растает сердце, материнские чувства к внукам детства, вот эта вся история. Потом и примут вас. Все это устаканится со временем. Сильно просто первое время скажу, не позволяйте нарушать границы. Их все равно держите. И помните, что тянутся не к вам и ребенку, а из-за АИПа. Первично это будет вот так, чтобы выглядеть хорошими в глазах родственников. Чтобы было что сказать и ответить, если у них об этом спросят. Сильно не обольщайтесь. Я больше скажу. Как эмигрант назовем, да. Вот у вас есть ваша мама, которую вы любите, которую незаконно, назовем так, с папой оскорбили. Вот это все. Выбирайте вашу семью. Это родители, которые вас родили. Они изначально в вашей жизни вас на свет произвели. И до конца вашей жизни будут с вами. Морально с вами, да. Это те, кому доверять можете. Вот это люди, чужие. Не получилось породниться. Они, простите, свою червачтинку, вот это плохое, червяк, да, вот эта вот грязь, вот это вот гнильцу свою, показали. Выводы мы сделали. Мы доверяем папе с мамой. Но любви, контакта, общения доверительного и доверия к ним, извините, придержите, границы должны быть. И мы не верим. Мы видим, что они могут вот так. Это не то, что традиционно турецкое. Это традиционно зашоренные люди. Я не могу давать оценок, но у меня есть ощущение, что они очень образованные или кто-то из них. Ну, явно это просто люди без каких-то, ну, с очень большими границами, понимаете. Не развиты культурно, как-то не развиты в своих интересах. Они живут вот штупа по канону, которым в детстве нарисовали. Страшно выйти за рамки и по ним дальше живут. Хотя общество вокруг, социум, за 50 лет последних очень сильно развился, да. На ней живут все в прошлом. Вот своими традициями и поведением, как из прошлого. Социум другой, условия другие жизни. Ваш супруг по-новому живет, по новым условиям жизни. Это его жизнь сейчас, лучшее время золотое проходит. У родителей оно уже прошло, и оно было в рамках. И они эти рамки до сих пор лежат, никак не пододвигаются. Вот их выбор, пожалуйста. И не говорит о том, что вы должны принимать их рамки или постраиваться под них. Живите по-своему, как вам хочется, в свое удовольствие. Все, что я могу сказать по этой истории. Спасибо за ваше внимание. Напишите комментарии, особенно бывалые, кто здесь давно живет. Историю очень часто. И расскажите, как вам удавалось преодолеть эти конфликты, не принятия родственниками, особенно если на религиозной почве. Что вы дальше делали? Как эти ситуации разрешались? Вы в нормальные отношения перешли, доверительные, адекватные восприняли? Или у вас контры до сих пор, или расстояние, дистанция сохраняются с вашими турецкими родственниками? Очень интересно об этом послушать, почитать. Спасибо вам большое за внимание. В инфобоксе под видео ссылка на мою почту. Можете написать историю от анонима, как автора, я ее зачитаю в эфире. Можете записаться ко мне на индивидуальную психологическую консультацию в скайпе. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok